Что касается противоэпидемических мероприятий, которые проводились в нашем учреждении, в ту ситуацию, в которой оказалось наше учреждение, все были в этой ситуации, но особенности в том, что по-разному проходили в регионах Санкт-Петербурга. На этом слайде вы видите, что, как и все, было две волны, и мы видим, что в осеннюю волну эпидемиологии у нас в полтора раза было больше заболевших из сотрудников и коллег. Количество подразделений, которые были поражены и в которых проводились особые противоэпидемические мероприятия, вроде бы, ну, к настоящему моменту их больше, но мы уже смогли работать в этой ситуации, отделения не закрывались. С одной стороны, шли послабления со стороны главного эпидемиолога нашего города, с другой стороны, мы приучились работать в этих условиях так, чтобы ограничивать распространение инфекции. За этот период в течение этих 10 месяцев у нас заболело почти 3% пациентов, сотрудников почти 6%. Вы видите, пик пришелся все-таки на осенний период, на ноябрь месяц. Мы всем поступающим сотрудникам делали тестирование на ковид, и всем поступающим делали обследование на наличие пневмонии. Вы видите, обследовали почти 5 тысяч пациентов, и 4% имели пневмонию, и лечение им было перенесено. За этот период было выполнено 10,5 тысяч исследований. Это пациенты при поступлении обследовались, и при этом положительный тест был почти у 3% пациентов. Знаете, во многом переориентировали. Ну, вы знаете, все эти мероприятия, которые проводились, шла эволюция этих мероприятий. Но я хотел бы сказать о другом, что мы и перестраивали саму работу, и даже проводили какие-то исследования, как лучше работать. Вот в данной ситуации я показываю часть доклада, который делал наш руководитель отделения онкоурологии, Александр Константинович Носов, который пропагандирует фаст-трект в хирургии, в частности, в онкоурологии. И на пациентах за этот период, а там было порядка 150 операций, он выявил четкую закономерность, что если период пребывания пациента в течение до 6 суток, то, как правило, пациенты не заболевают, и осложнений в виде смертей или других осложнений не было. И в то же время, когда пациент в нахождении стационар переходил через этот срок, то шли и осложнения, и определенный процент был поражен этим заболеванием. Что касается наших особенностей в работе в регионе, конечно, на национальный центр по приказу Министерства здравоохранения была возложена методическая функция, прежде всего, оценивать качество оказываемой помощи, помогать нашим субъектам, и в том числе проведение мероприятий, подготовки специалистов. Для этого мы работали в режиме онлайн и выездные группы, приезжали в регионы, мы работали прежде всего в учреждениях третьего уровня, в онкологических диспансерах. В прошлом году было сделано не менее одного выезда. Выезжали специалисты по четырем направлениям, хирургия, лекарственное лечение, лучевая терапия, лучевая диагностика. Заполнялись чек-листы, потом это все анализировалось автоматически, и выгружалось в виде графиков для анализа и отработки всяческих мероприятий. Но все критерии, по которым оценивалось качество помощи, были созданы на основании 203 приказа Министерства здравоохранения. К сожалению, в этом году мы не смогли посетить все регионы, в три региона мы не смогли попасть, работали на удаленке. Но, в принципе, опыт показывает, что этого достаточно, потому что мы получаем отчеты, мы имеем реестры счетов из фондов территориальных и федеральных, которые позволяют нам полностью анализировать ситуацию. Ну, это для примера. Я ограничен во времени, каким образом производится анализ. В данном случае графическое изображение, анализа лекарственного лечения в регионах Северо-Запада. Вот такую аналитику можно провести по каждому субъекту ежемесячно, ежеквартально, понимая, как лечат медикаментозно-онкологических больных, ну, прежде всего, разбив на группы цитостатики, моноклональные антитела, таргетные препараты, либо в комбинации. Можно анализировать любую нозологическую форму. Ну, в данном случае, видите, я представляю фрагмент анализа наших специалистов по лечению колоректального рака с применением моноклональных антител, сопоставляя 2019-2020 год, и, видите, зеленый цвет указывает на то, что доза моноклональных антител увеличивается, также по всем нозологическим формам. Там есть нюансы, которые наши специалисты анализируют и дают рекомендации. В том числе, в этой аналитике есть ежемесячная оценка исполнения финансовых показателей. Очень важно, как осваиваются эти средства. Видите, по каждому субъекту ежемесячно есть данные, на какой вид лечения. Видите, круговая диаграмма, там вот желтым цветом изображено системное лечение онкологических заболеваний, доля. И в целом оценивается освоение средств, выделенных системой МС. Мы видим, Мурманская область, она отстает, она красного цвета, опережает Ленинградская область, Псковская область. И это можно мониторить, делать анализ, давать рекомендации. Кроме того, проводилась работа по анализу образовательных программах. В субъектах Северо-Западного федерального округа оценивались образовательные программы всех учреждений, которые осуществляют подготовку специалистов-онкологов, для того, чтобы мы работали в едином пространстве, единообразно. Это повышает качество. Видите, было в течение этого года проанализировано 74 образовательные программы. Мы на основании федерального проекта у нас сформирован референс-центр по патоморфологической, молекулярно-генетической, лучевой диагностике. Результаты представлены на этом слайде. Мы темпы работы с регионами наращиваем. Возглавляет это направление Евгений Новомыч. Он сегодня сделает доклад. Но вот в этом году, видите, мы работали с 58 регионами. Только по молекулярно-генетическим исследованиям было выполнено более 2000 исследований. А вот в правой части, в правом нижнем углу, вы видите, северо-западный федеральный округ плотность цвета определяет работу с нашим референс-центром. То есть более активно мы работали с Мурманской областью, с Калининградской областью, с Республикой Коми, Архангельской областью, Вологодской областью. Менее активно с Ленинградской областью и Новгородской областью. Ну, наверное, есть режим самодостаточности. Наверное, понятно, почему с Санкт-Петербургом в меньшей степени и Сленобластью. Здесь, наверное, есть специалисты, но не совсем понятно, почему с Новгородом. Поэтому все это анализируем, даем рекомендации. Кроме того, мы как национальный центр обеспечиваем телеконсультации. Тоже мы наращиваем эту работу. Вот посмотрите, вот верхняя часть этого слайда. Если в этом году было выполнено более двух тысяч консультаций, мы работали с более чем 80 субъектами. Что касается Северо-Западного федерального округа, это почти половина консультаций. Это Северо-Западный федеральный округ. Видите, выполнено было 397 консультаций. Мы создали личный кабинет на сайте нашего учреждения, что позволяет пациентам самим получать консультацию у экспертов нашего учреждения. Пока еще этой опции нет ни в одном учреждении. Мы много уделяем времени развитию региональных популяционных раковых регистров. У нас работает целая группа экспертов, которые проводят занятия со специалистами в регионах. В этом году было проведено 11 вебинаров. Осуществляются правки в региональных популяционных раковых регистрах. Видите, в этом году было около 15 тысяч правок. Работа большая, продолжается. Ну и вы знаете, мы эти вопросы всегда обсуждаем на Ассоциации онкологов Северо-Запада. Уважаемые коллеги, говорить можно долго, но мне дали всего 10 минут. Все, кого эти вопросы интересуют, я так бегло пробежал, мы будем обсуждать сегодня на площадке Ассоциации онкологов Северо-Запада. Спасибо. Спасибо.